привет друзья с вами квартирный контроль и как всегда я его ведущая мария федорова спасибо за то что вы зашли на наш канал спасибо если вы постоянно смотрите наши выпуски я надеюсь что они приносят вам пользу также я хотела бы отдельно поблагодарить эту организованную хейтерскую группировку которая уже дежурно оставляет свои комментарии под нашими роликами и оставят и под этим роликом хочу сказать спасибо потому что как известно вот такая активность она способствует продвижению контента и мы продолжаем знакомить вас новостройками всего московского региона в этот раз мы в нижегородском районе юго-восточного округа москвы и сегодня все наше внимание приковано вот не к жилому комплексу среда на территории которого мы сейчас находимся хотя мы о нем тоже сегодня поговорим о жилой комплекс аквилон без сайт от группы аквилон его строительный адрес рязанский проспект владение 2 ну и давайте смотреть много ли отличий между тем что говорится на сайте застройщика и тем что мы увидим собственными глазами строительный адрес проекта рязанский проспект владение 2 но по таким координатам жилой комплекс сложно будет найти ведь навигатор приведет вас на карачаровский механический завод на бывшей территории которого и вырос наш герой застройщик нисколько не преуменьшил описывая удаленность жека от метро действительно от нижегородской до границы жилого комплекса 8 10 минут пешком от станции мцк с таким же названием 12 минут и те же 12 минут мы потратим если нам понадобится идти от стахановской обе станции метро находится на розовой ветке добавлю что за 14 минут вы дойдете до железнодорожной платформы нижегородская или карачарова как она называлась раньше это горьковское направление и уже скоро станция войдет в систему мцд-4 апрелевка железнодорожная есть удобный выезд на рязанский проспект до третьего транспортного кольца без пробок мы доедем за 4 минуты до садового кольца за 10 и домкат за 12 минут повторяю без пробок на своем сайте застройщик пишет о том что аквилон без сайт это высокотехнологичный жилой квартал бизнес-класса ну и дальше подробности это монолитные дома системой in home 2021 скобочках умный дом плюс набор социальных объектов плюс детский клуб собственный аквилон kids плюс наземные подземные паркинги плюс концепция благоустройства соответствующие принятым в компании стандартам далее следует информация что всего здесь будет четыре очереди строительства в первую ходит эти вот два дома плюс коммерческой инфраструктуры на первых этажах и помещение детского клуба о котором я уже сказала здесь идет уточнение что первые два дома относятся уже не бизнес-классу а классу бизнес-лайт за счет чего первую очередь получила такое облегчение мы с вами еще обсудим ну а если мы зайдем на сайт наш дом rf то увидим что дома первой очереди относитесь к классу комфорт ну конечно же застройщик может назвать свой проект хоть премиум light но здесь есть объективные моменты такие как например количество парковочных мест на территории и под домами здесь подземный паркинг предусмотрен только лишь под одним из корпусов и на одну тысячу триста пятьдесят квартир тут приходится 100 парковочных мест плюс нам предлагается находить еще места по периметру по внешнему периметру конечно же этих домов потому что внутренние территории будут закрыты для доступа машин по такому критерию как количество машин и мест можно даже поспорить еще и с тем ресурсом где указано что это класс комфорт участок первой очереди невелик в разрешении на строительство указано что это чуть меньше двух гектаров и как видно обустроенный двор приусмотрен только напротив дома номер два тем не менее как показывают рендеры с пометкой предполагаемый вид на двор здесь найдется место и для разных возрастных детских площадок и для лаунж зоны с лежаками и мы увидим даже место для медитации плюс спортивную площадку прогулочные и велодорожки необходимая документация по корпусам первой очереди была получена к осени 2020 года в сентябре застройщик оформил разрешение на строительство и уже к концу года начал активную работу на стройплощадке и вот сейчас в середине августа 2022 года мы видим неплохой результат коробки домов отлиты уже под крышу полностью выложены все ограждающие конструкции из бетонных блоков остекление выполнено на очень неплохой процент и сейчас как видно ведется монтаж утеплителя как говорит застройщик сейчас сложно отсюда увидеть попробуем подлететь конечно на квадрокоптере рассмотреть толщину утеплителя но как бы застройщик здесь он выполняется на 50 процентов толще говорится что здесь используется система термо с или термос если читать слитно ну и нам с вами конечно же интересно знать когда ты все строительно монтажная работа закончится и когда мы получим ключи срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию здесь указан как 3 квартал 2023 года это официальный срок сдачи дома плюс прибавляем еще несколько месяцев на выдачу ключей данном случае говорится о том что они будут переданы до апреля 2024 года сейчас динамика на площадке показывает что застройщик идет без каких-то видимых нарушений и опозданий хочется верить что он реализует все свои обязательства действительно в срок и выдаст ключи своевременно но обещать и гарантировать этого конечно же никто не может сейчас видно в сети что застройщик имеет неплохую репутацию но тем не менее если мы заглянем на этот скучный портал и и с ж с то увидим что по той статистике которую ведет этот ресурс у застройщика 16 домов из 46 были сданы с задержкой срока вот если подойти поближе то даже земли видно что это не стандартная толщина плиты утеплителю такая вот она толстенькая упитанная и отсюда же я увидела что здесь уже ведется монтаж направляющих навесной вентилируемой системы казалось бы каких-то дополнительных 5 сантиметров утеплителя но такая толщина позволит на четверть снизить теплопотери а значит экономить на отопление квартире зимой и соответственно на охлаждение помещения летом квартира графе этого проекта включает варианты от студии до четырех комнатных вариантов евро правда одну то есть это будет квартира с кухней гостиной и тремя спальнями двушки-трешки также предложены в формате евро а самый маленький вариант это студия 20 с половиной квадратных метров но и самый дешевый соответственно по цене 6 миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч рублей но правда эта цена с учетом скидки и конечно момент публикации этого ролика уже может что-то измениться но что приятно что квартира здесь по умолчанию сдается все с предчистого отделкой white box и кстати вернемся к той самой студии маленькой 20-метровой то здесь хорошо что скажем спасибо архитектором что студиях есть лоджии и это очень важно если вы планируете стартовать с такого жилья уже будучи человеком семейным либо в паре потому что и бы не были у вас отношения в какой-то момент вам нужно будет все равно как-то друг от друга изолироваться или кому-то поработать другому нужно спать и вот этот конечно лоджи тем более сможете утеплить она даст вам такую возможность вы еще не раз вспомните добрым словом архитектор линейка предложений здесь широкая но большинство квартир весьма компактное предложение а если говорить о двушках то меня лично не устраивает что нет расплошных планировок только линейки и виноват в этом формат зданий в каждом доме по два подъезда а значит по две секции и этаж одной секции вмещает по 14 квартир благо этаж разделен на два коридора но надо понимать лифт в таком доме по утрам вы будете ждать долго 25 этажей 14 квартир на каждом и два пассажирских и один грузовой лифт квартир так много потому что в одном коридоре из восьми вариантов четыре окажутся студиями ну а если вы не представляете свою двушку без сквозного проветривания и без восхода и заката в окнах придется покупать евро трешку а евро вариант четырехкомнатный это вообще окна на три стороны света и обратите внимание что оконные проемы здесь нестандартные как говорит застройщик они увеличены на 30 процентов выбирая квартиру с трехсторонней ориентации окон имейте в виду что одно из ваших окон окажется на внутренней перцевой части дома и да это даст дополнительное освещение в комнате но говорить о дополнительном обзоре здесь наверное не приходится все квартиры сдаются в состоянии предчистовой отделки но есть и предложение по полной чистовой отделки в трех цветовых решениях сент терра и графит и затронем экономику подумаем насколько вам нужно вот этот отделка получается что квадрат квартиры с отделкой будет дороже на 16 тысяч 900 рублей умножаем да на площадь вашей квартиры плюс вам придется ждать дополнительное время конечно же но в любом случае вы будете сами отделки бы это будет делать здесь уже организованно и есть еще один нюанс что вам свою квартиру с отделкой придется принимать дважды первый раз состоянии white box с предчистовой отделкой и второй раз уже готовы к проживанию в очередной раз обращу ваше внимание что если вы рассчитываете делать ремонт на заемные средства то вероятно будете пользоваться потребительским кредитом если же вы выбираете квартиру с отделкой то ипотечным ведь стоимость материалов и услуг войдет в дду правда в этом документе марка материалов не указывается далее ребят на что еще я прошу вас обратить пристальное внимание на то что те рендеры которые вы видите на сайте это всего лишь навсего то представление застройщика какой будет эта отделка их пожелания их фантазии видение их дизайнеров но пожалуйста возьмите в привычку если вы часто занимаетесь подбором квартиры возьмите в привычку заглядывать в подвал сайта где русским по белому говорится что все изображения но и прочая информация не являются публичной офертой чтоб не получилось как вот как раз у авторов таких злобных отзывов под нашими роликами что на рендерах они увидели одно но в частности деревянные подоконники а по итогу получили пластиковые подоконники и батареи там другой конфигурации сейчас эти дольщики говорят что этот вот дисклеймер в подвале появился только лишь после того как они стали возмущаться но честно вам скажу я работаю с недвижимостью с 2014 года и всегда на каждом проекте если отмотать самый низ вы всегда увидите одну и ту же информацию что застройщик освобождает себя от ответственности за то что он нарисовал на рендер и представлять какой же будет отделка в вашей квартире вы можете только лишь исходя из того что написано в договоре долевого участия вот сейчас самое время вспомнить название этого проекта аквелон без сайт как известно без сайт в переводе с английского означает рядом и что вкладывается в это понятие что рядом с вами окажутся социальные объекты транспортная инфраструктура различные магазины торговые комплексы и так далее спортивные объекты но также даже слишком без сайт к вам окажется ваш сосед жилой комплекс среда жильцы которого я думаю ну никак не ожидали что перед их окнами появится такие две 25-этажные махины и я там остро чувствую их боль потому что у меня сейчас похуй я похожей ситуации но у меня правда на даче сосед решил поднять свой участок и у меня получается там четырех метров от террасы возникла такая бетонная подпорка бетонная стена высотой наверно с мой рост вот давно такой высот он решил поднять свой участок ну и плюс еще в салете будет забор и все это у меня перед террасой никто с нами не посоветовался не спросил нашего мнения и вот здесь писать и люди покупали квартиры зная что здесь них перед окнами будут три башни ну согласитесь это большая разница вот эти два огромных дома с узеньким просветом и 3 в башне а в чем же прикол а прикол заключается в том что раньше вот эта земля на которой сейчас ведется строительство принадлежало другому застройщику компания psn и проекты этого девелопера не раз попадали в наши обзоры в том числе и жк среда и вот здесь в углу по подсказке вы можете перейти как раз на обзор от 2018 года этого проекта его проводил еще мой коллега владимир гордиенко и тогда здесь говорилось на этом участке как я уже сказала будет построен три башни плюс составе этого же этапа должны были быть построены детский сад школа и если верить тому что изображено было на макете этого проекта сразу же после башен шло масштабное озеленение но в какой-то момент застройщик продал участок другому застройщику вот сейчас говорится что вот по рамках первую очередь как я сказала социальную инфраструктуру построена не будет жк среда так и осталось без обещанного садика и школы пользуются альтернативными районами да здесь на территории работает частный детский садик ну и конечно же многих жильцов теплится надежда что сейчас вот в составе уже нового жека аквилон без сайт появится социальная инфраструктура что же говорится здесь о садике и школы говорится что они бы построены в составе второй очереди это будет 25-26 год но говорить с уверенностью о том что это будет городская инфраструктура и то что вам не придется отдавать существенную часть ваших доходов на услуги воспитания образования вот это вам гарантировать сегодня не смогут даже в отделе продаж ну по крайней мере они это честно делают что касается второй очереди то на данный момент как мы видели не ведется еще строительство не ведется расчистка территории под возведение новых домов и также я не увидела каких-либо документов вот на второй этап и друзья я ни в коем случае не хочу вас запугивать или тем более как-то порочить застройщикам нет на это оснований я просто хочу чтобы вы свои семейные проекты внесли еще вот такие вот статьи расходов но если говорить до финансах как образование детей плюс учитывали временные затраты для того чтобы отвезти привести ребенка из садика и школы и отмечу что ближайшая школа здесь находится в одном километре то есть 12 минут пешком эта школа имени маршала багромяна 1222 до один километр примерно до нее если же говорить о садиках то они больше средствам находится за резанкой и вот вместе со всеми этими переходами время пути заберет у вас 20 минут а то и больше все-таки упадете с ребенком это будет медленнее также мне в офисе продаж сказали что есть и на этой стороне резанки детские сады и школы но я что-то не нашла ближе чем в полутора двух километрах садика или школы но в среднем рассчитываем что это 20-30 минут зато если ваш ребенок студент или вы решили своего студента отселить в отдельную квартиру то имейте ввиду что здесь километре находится художественно-графический факультет мпгу это педагогический университет в двух-трех километрах что мы найдем университет госуправления и права несколько факультетов бауманки и российский новый университет что это за учебные сведения я не знаю к сожалению также отметим и богатую спортивную инфраструктуру этой части района рядом с комплексом мы найдем фитнес-клуб с бассейном ледовый клуб хоккейную школу для детей школу волейбола теннисный клуб а по ту сторону проспекта спортивную школу олимпийского резерва но вернемся к собственному клубу аквилон как указано на сайте это место для игр творчества и проведения семейных праздников говорится что помещение передается в собственность жильцов но как это будет работать кем обслуживаться как оплачиваться и так далее этой информации у нас пока нет на первых этажах также планируется открыть магазины кафе и аптеку торговые площади кстати тоже представлены в продаже вход в коммерческие помещения будет с внешней стороны и также с улицы вы сможете попасть в подъезд входные группы здесь сквозные вот смотрю я вот на эту припаркованную вторым рядом бмв и думаю а много ли здесь таких набирается к вечеру и ночью я обратила внимание еще с утра мы здесь снимаем приехали где-то в начале девятого она здесь стояла мы конечно же сделали несколько кругов для того чтобы припарковаться с трудом нашли место уже где-то около офиса продаж и я поднимаю взгляд от машины на наши дома калон без сайт смотрю на них и понимаю что здесь вот не хотелось бы даже использовать какие-то эти банальные словечки тип там муравейник человек я вижу что в них есть что-то такое мультяшное вспоминаю советские и сатирические мультики в которых говорилось показывались какие-то перенаселенные жилые кварталы эти огромные дома со светящимися окошками вот именно такие сцены не сразу вспоминаются я уверена что вас возникнут такие же ассоциации и конечно вопрос а где же все новоселы будут парковаться ну можно предположить что вдоль домов напротив коммерческих помещений также будут сделаны портовочные карманы и даже есть информация что гостевых мест всего на территории предусмотрено 60 единиц на подземном уровне еще раз напомню 100 мест их цена на сегодняшний день минимальная 2 миллиона 90 тысяч рублей кстати только под одним корпусом парковочные места напомню и оба дома на подземном уровне сразу скажу эту забуду имеют еще и кладовые очень полезная штука их цена 388 тысяч за два метра 40 сантиметров квадратных ну да тоже довольно таки дорого но все равно дешевле чем квадрат жилой площади хочется верить что в составе второй очереди как сейчас заявлять застройщик будет построен наземный многоуровневый паркинг но говорит с уверенностью что именно на этом этапе вот вы получите возможность купить какой-то более-менее бюджетное машинное место но пока я не могу до проблем с парковкой в комплексе очевидны и понимать что ситуация в ближайшее время не изменится надо до покупки квартиры зато вы получаете безопасную придомовую территорию и ландшафтный двор парк свой двор застройщик планирует достойно благоустроить и озеленить но нужно учитывать что во первых двор первую очередь он достаточно компактный и конечно вам в какой-то момент захочется расширить географию ваших прогулок и нужно иметь ввиду что нижегородский район не отличается большим количеством каких-то зеленых пятен и здесь нужно поблагодарить застройщика жека среда который все-таки хоть и говорил о том что будут благоустроены 9 гектаров территории вот создал такой небольшой парк с местами для отдыха с амфитеатром видимо все-таки в эти 9 гектаров ходили не только дворы этот небольшой парк но еще и та территория которую планирует застроить группа аквилон если же говорить о каких-то лесопарковых зонах то ближайший здесь наверное это парк кускова до него больше трех километров то есть 40 с лишним минут прогулки это ну достаточно утомительно согласитесь если же у вас есть велосипед то 15 минут и вы уже там вернемся к нашему соседу да здесь кроме коммерческого садика нет социалки зато достаточно торговых точек и пунктов сферы услуг это продуктовые магазины пекарни салоны красоты кафе медицинская лаборатория и даже шиномонтаж если вы шипоголик то вам повезло в пяти минутах ходьбы от вашего будущего дома расположен торговый центр город где есть и масс-маркет есть леруа мерлен есть ашан то есть чтобы совершить покупки масштабные вам не придется далеко ехать но нужно учитывать что тци город это совсем не то же самое что например торговый центр европейский и так друзья я надеюсь что информация этого обзора стал для вас полезной если вам приглянулся это жилой комплекс то скорее всего вы человек без детей либо со взрослыми детьми и человек который не планирует пользоваться автомобилем если же вы не из тех кто я наверное вам советую настоятельно автомобиля отказаться ну хотя бы для того чтобы ваши соседи из жк среда сказали вам спасибо согласитесь им и так досталось у меня на сегодня все если вам есть чем дополнить мой обзор пожалуйста пишите в комментариях если вы еще не подписаны на наш канал обязательно подпишитесь и поставьте лайк так вот смущаюсь попросить но нам это всегда приятно как всегда я желаю вам правильным выбором и до встречи